Субтитры создавал DimaTorzok Отвергает то, что детей может постигнуть колдовство. И я не знаю, это невежество, глупость или другая темнота. Некоторые люди начали говорить вот эти вот слова. Болезнь — это болезнь. А причины болезни — это причины болезни. Сглаз — это не болезнь. И зависть — тоже не болезнь. И колдовство — не болезнь. Это всё не болезни, а причины этих болезней. Они вызывают болезнь. Сглаз вызывает болезнь. Если человека сглазили, то он начинает болеть, будь это ребёнок или взрослый. И свидетельствует об этом хадис от Асма бинт Умейс, когда она увидела тела своих сыновей истощёнными. И пророк увидел это в сыновьях Джафара и сказал, «Почему я вижу тела сыновей моего брата истощёнными?» Она сказала, «О посланник Аллаха! Их постиг сглаз». Она говорит, «Мне прочитать над ними заклинание? Давай читай». И она читала над ними, пока Аллах не исцелил их. Значит, это далиль. Другой момент. Колдовство. Колдовство может постигнуть взрослых, но не может постигнуть детей. Это всё философия. Колдовство может поразить даже зародыш. Колдовство может сделать так, чтобы женщина вообще не могла забеременеть. Колдовство может сделать, чтобы мужчина никогда не смог оплодотворить. И даже так, что иногда женщина забеременеет, её поражает колдовство, и после этого ребёнок рождается изуродованным. Колдовство поражает даже эмбрионы. Что касается маленьких детей, могут ли их околдовать? Да, могут. Однажды в один из дней ко мне пришла семья. И у них была маленькая дочь. И этой дочери было 4 года. Она вообще не могла спать по ночам. Она плакала днём и плакала ночью, и не могла вообще заснуть всю ночь. Они отвели её во все больницы, но они не смогли её вылечить. И тогда они сказали, «Давайте поведём её к доктору Ибн Хамаду» и пошли ко мне. И когда они были у меня, я начал спрашивать их о ней и понял, что проблема не связана с медициной. Сейчас я перешёл к духовной стороне. Я начал выяснять её личность с духовной стороны. Это маленькая девочка, ей 4 года. Я не могу разговаривать с ней и не могу понять её. А если я буду говорить с ней, она не поймёт меня. Но сейчас мы обращаемся к пульсу. Я начал мерить её пульс до чтения. Потом я начал мерить пульс во время чтения, а потом измерил после чтения. И стало ясно, что девочка, этот маленький ребёнок, околдован. Я сказал её родителям, что их девочка околдована. Они удивились и спросили изумлённо, «Это маленькая девочка, как могли её околдовать?» Аллах знает. «Но поищите дома, поищите причину колдовства, поищите». И они дали ей некоторые таблетки, чтобы она успокоилась, и начали искать в доме. И они обнаружили, что ночью служанка ищет колдовские предметы, которые она прятала в шкафу. Они сообщили мне по телефону. Я сказал, «Тогда поговорим со служанкой и выясним». И начали мы выяснять от служанки. Во время расспросов служанка призналась, что она положила колдовство в молоко, и та выпила её вместе с ней. Это один из случаев. Мы повстречали много ситуаций и историй, но этого времени не хватит для того, чтобы их все рассказать. Мы хотим поговорить о некоторых вещах, которыми некоторые люди могут защитить своих детей. У тебя должен быть способ. Ты должен найти способ всё время наблюдать за своими детьми. Должен знать их поведение, их характер. И если их поведение изменилось, изменился характер, то знаешь, что с этим ребёнком произошло что-то, что поменяло его. Сначала поищи физические причины этого. А если не найдёшь, то ищи не физические причины, относящиеся к метафизике. Колдовство, сглаз и тому подобное. Может быть так, что ребёнок навредил Джину где-то, и тот навредил в ответ. Он ведь маленький, не знает. Может быть так, что этот ребёнок понравился кому-то из людей, и тот его сглазил. А может быть так, что ребёнку подарили что-то и сделали колдовство через подарок. Так что ищи. Если ты оставишь это без внимания, то получишь только неприятные последствия. Ты ведь никогда не пожнёшь с колючки виноград. И если ты посадишь колючки и будешь растить их, то впоследствии ты пожнёшь только колючки, но не пожнёшь от него виноград. Этот ребёнок дан тебе на хранение и под твою ответственность. Каждый из вас пастырь и каждый несёт ответственность за свою паству. Саляму алейкум урахматуллахи ва баракату.